Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире наш телефон 3190, ведущая в студии Ирина Чекунова. Как мы уже сообщали, 5 июня в нашей стране отмечался день образования российской полиции. И именно к этой дате мы подготовили серию выпусков программы «Тема дня», посвященных повседневной работе ведомства. Сегодня у меня в гостях сотрудники оперативных подразделений Тверской полиции. Итак, прошу любить и жаловать. Илья Медведев, заместитель начальника управления уголовного розыска, начальник отдела организации агентурно-оперативной работы и зонального контроля. Илья Алексеевич, добрый день. Здравствуйте, Илья. Сергей Лисицкий, заместитель начальника управления наркоконтроля ОМВД России по Тверской области. Сергей Николаевич, приветствую вас. Да, здравствуйте. И Александр Константинов, заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Тверской области. Александр Юрьевич, здравствуйте. Уважаемые друзья, для тех, наверное, кто не знает, я предлагаю начать с основных задач, которые стоят перед вашими подразделениями. Илья, наверное, с вас начальника управления уголовного розыска. Хотя, наверное, все известно, уголовный розыск ловит преступников. Но, как нам всем известно по фильму. Чем еще занимается служба? В общих словах, да. Основные задачи всех служб оперативного блока, они прописаны в федеральном законе об оперативно-розыскной деятельности. Касаемо уголовного розыска, это выявление, пресечение, предупреждение, раскрытие преступлений общеуголовной направленности. Это выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих, либо совершивших. И розыскная и идентификационная деятельность. То есть, розыскная деятельность, это розыск лиц, скрывшихся от дознания следствия, либо суда. Это розыск безвести пропавших. Это розыск детей, самовольно ушедших из семей, либо из специализированных учреждений. И идентификационная деятельность, в которую входит установление личности неустановленных трупов. И установление личности лиц, которые в силу болезни, в состоянии возраста, либо иных причин, не могут сообщить сведения о себе. То есть, вот это основные задачи, которые исполняет уголовный розысок. Ну, то есть, ваша задача, как мы знаем, из художественной литературы, из многочисленных произведений, кинематографа, это разыскать, в том числе, да, что все время на слуху, разыскать преступников. И передать его в органы следствия, либо дознания, чтобы потом, как говорил небезызвестный персонаж, вор должен сидеть в тюрьме. Да, ну, конечно, на задержании преступника участие в уголовном розыске не заканчивается. То есть, впоследствии, когда уже возбуждается уголовное дело и когда идет предварительное расследование. То есть, уголовный розысок считает оперативное сопровождение его как на стадии расследования, так и на стадии судебного разбирательства. Вот, поэтому одной поимкой преступника дело не заканчивается. Нет, дело не ограничивается. То есть, до суда вы, что называется, в деле. Всегда. Да, совершенно верно. Наркоконтроль. Сергей Николаевич, постоянно, уже, наверное, десятки передач у нас за этим круглым столом проходило, где мы говорили, предупреждали, рассказывали, что нельзя и что это наркотики, это сейчас буквально грозит национальной безопасности нашей страны. Да, Ирина, совершенно так. Совершенно верно. Мы подметили. Основными задачами сейчас службы наркоконтроля, это, соответственно, является выявление раскрытия предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Также на нас возложены функции контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. И, так скажем, большое внимание следует сейчас уделить профилактике, предупреждению в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе количеству административных правонарушений, которые совершаются в данной сфере. Но профилактика здесь проводится и, что называется, как правило, на дорожном движении надо учить в детском саде, так, наверное, вреди наркотиков нужно рассказывать с малого возраста. Вы ходите и в школы, и в колледжи, и в институты, и в трудовые коллективы. И в колледжи, да, мы ходим в различные учебные заведения города, в том числе у нас сотрудники аппарата, сотрудники различных служб взаимодействий, то есть сотрудники это и ПДН, и ГИБДД, также в своих выступлениях рассказывают о вреде данной проблемы для населения сейчас. Ну и мы уже, в свою очередь, так скажем, поработанные вопросы с главным управлением наркоконтроля, то есть нам присылают, так скажем, более новые методические рекомендации, более новые видеоролики. Ходим, значит, соответственно, рассказываем о данной проблеме, об уголовной и об административной ответственности, стараемся довести людям, что за это будет, чтобы, соответственно, люди приняли эту информацию к сведению и в дальнейшем уже не допускали совершения таких преступлений и правонарушений. Сейчас, наверное, очень остро стоит проблема не только в вашей службе, но я знаю, что у вас же тоже, вот Илья, это мошенничество, это тоже в вашей стезе, что называется, отдельное направление, да, когда вовлекаются дети и подростки в качестве курьеров, да? Конечно, да, учитывая то, что, ну, преступность, она вообще, скажем так, величина непостоянная, ее структура постоянно меняется, да, и мы, как мы знаем, в последние годы очень сильно изменили структуру преступности в России, потому что основной дельный вес, конечно, занимает преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. И, конечно, очень важную здесь приобретает такая задача, как предупреждение преступления, то есть тоже профилактическая работа, да, и как сотрудники профильного нашего отдела, так и подразделения на местах, так и другие, в общем-то, службы, то есть они занимаются не только уголовный розыск, да, уделяют огромное значение и именно профилактике совершения этого вида преступления. То есть это работа и со средствами массовой информации, то есть работа идет и в тесном взаимодействии с банковскими учреждениями на информационных ресурсах МВД и МВД, и у МВД Тосковского областа публикуются различные ролики. Вот, поэтому, конечно, профилактическая работа именно в части предупреждения совершения новых преступлений с использованием ИТТ уделяет сейчас огромное значение и, конечно, очень много времени. Сергей, я хотела к чему, к подросткам и в вашем случае, потому что закладки, так называемые, да, тайники-закладки, очень часто в качестве организаторов этих тайников, тоже своеобразные курьеры, да, тоже пытаются враги наши использовать, потому что иначе их никак не назовешь детей-подростков. Типа ты заработаешь большую сумму денег, и не говорят о том, что век этого курьера-то, он недолговечен? Да, во всех сейчас уже и роликах, то есть и мы, когда выступаем, то есть доводим такую информацию, что действительно, как бы, роль и курьера, а роль и самого исполнителя-закладчика, так скажем, длится недолго, то есть буквально, так скажем, от недели до месяца. Соответственно, люди, которым этим занимаются, при определенном наборе оперативно-розыскных мероприятий, то есть сотрудниками, которые проводятся с целью выявления и раскрытия данных преступлений, соответственно, документируются такие преступления, люди задерживаются, ну, и, соответственно, привлекаются к уголовной ответственности. А уголовная ответственность за данный вид таких преступлений, то есть уже установлена уголовным кодексом вплоть до пожизненного. Да, вот мы всегда, вот когда я рассказываю об этом, мы постоянно о каждой операции рассказываем в патрульной службе, всегда обязательно говорим до 20 лет, до пожизненного, ну, чтобы люди соображали немножечко, что это творится. Вот, кстати, Александр Юрьевич, управление экономической безопасностью противодействия коррупции всегда считалось таким вот в чем-то элитным подразделением, потому что очень много материалов, да? Это разные всевозможные направления, вы занимаетесь налоговыми. Да, я работаю, служу, мне довела честь судьба служить в налоговом подразделении, выявлять налоговые преступления. Одной из задач тоже отдела это выявление фальшивомонечества сбытов на территории региона. Интереснейшее направление, увлекательное, много разных... Да, вообще преступники ухитряются, чего только не делают, да? Кулиби, например. Очень много разных схем всевозможных, много работы с документами, все это интересно анализировать, увлекательно, читаешь, как настольные книги порой. Вот интересно, да, вот когда вот такой подход, да, вроде бы, говорит сотрудник полиции, как настольную книгу, я все время в следствии то же самое, чем интересно? Так это же Пуару практически, да, это же каждый день новая детективная история, у вас то же самое. Да, и самое интересное, эти книги, бывает, приходится перечитывать, и с каждым перепрочтением ситуация более... с большими красками открывается, бывает так. Замечательно. Уважаемые друзья, мы сейчас приедем на небольшой перерывчик, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, тема дня в эфире. Сегодня вновь говорим о работе сотрудников полиции, в гостях у меня оперативные службы. Прервали наш разговор с Александром Константиновым. Александр Юрьевич представляет здесь управление экономической безопасности и противодействие коррупции. Не становится менее актуальной проблема, вот у вас, во всяком случае, налоговое преступление. Вот как-то кажется, говорим-говорим, все равно пытаются скрыть. Это, наверное, для каждого каждодневная задача, как-то укрыть доходы, снизить налоговую нагрузку, обязательства. Поэтому нагрузка эта не снижается, она только растет. Тем более, разного рода расчеты финансовые не позволяют бизнесу уходить в тень. Снижение расчетов в наличности, да, они все выводят в порядок расчетов безналичных. Приходится применять различные схемы уклонения от налоговых платежей. Вот, поэтому задача у налогоплательщиков снижать эту нагрузку, придумывать всевозможные пути, как это сделать. Как обойти сотрудников полиции, в том числе. Как, да, не быть увлеченным в этом преступлении. Поэтому они думают, с одной стороны, мы думаем о том, как бы их улечить. Но вот чтобы улечить, это же нужно специальное образование. У вас работают люди с каким вообще образованием в отделе? Вы знаете, самое главное, чтобы был человек целеустремленный, чтобы он видел для себя цель, его эта цель увлекала. Соответственно, с опытом приходит многое. Образование, конечно, тоже важно. Экономические познания в отрасли, в бухгалтерии, в налогообложении, все это сыграет свою роль положительную. Но целеустремленность и нацеленность на результат, это самое главное. Но раскрываемость есть. Есть, конечно, и она повышается с каждым, в общем-то, по сравнению с прошлым годом. Мы больше сделали именно налоговых составов, да и по всем остальным направлениям подразделение сработало лучше, чем прошлый год. Я к тому, что если человек захочет служить, например, в вашем подразделении, экономическая безопасность, вы приветствуете приход и людей с экономическим образованием, юридическое здесь обязательно, да, на образование необходимо, и специализированные школы, МВД, высшее учебное заведение, да? Мы приветствуем самое главное желание. Да, если это какие-то профильные вузы, это только в плюс. К нам сейчас активно приходят практиканты с разных учреждений на практику. У них есть возможность посмотреть то, чем мы занимаемся. Для кого-то это будет действительно покажется интересным, будет возможность дальше поговорить о трудоустройстве. В любом случае, это та возможность, где можно посмотреть, понять, это может ли быть для человека интересным с перспективой на службу длительную. Ну, а там, если зацепит, то приходите, рады. А фальшивомонечество вы сравнили с новой книгой, да, вот как вот прочтение новой книги, это всегда новая история. Налоговое преступление тоже, это всегда вот когда распутываешь схему, да, это тоже увлекательный детективный сюжет. Это самое интересное. Вот если сравнить направление в моем отделе, то налоги это такое, знаете, многоступенчатая схема, где каждый этап он может как реабилитировать, так и доказать вину. Это, да, это интересно. Это здорово. Илья, уголовный розыск, это тоже, это не просто, наверное, детективный сюжет, еще приключенческий, да, такой вестерн в чем-то, да. Ну, пожалуй, приходится, да, и контактировать с преступлением, и тоже каким-то искать пути и выхода, да. Вы знаете, здесь, наверное, я вам расскажу просто как бы про то, что прожил личный яхт, да, то есть тут важно найти очень, важно найти золотую середину в отношении к происходящему. Потому что я после семи лет работы по ему преступлению мущества, направлению, да, перевелся в отдел по раскрытию преступления против личности. Ну, это вот тот самый известный убойный отдел. Угу. С одной стороны, очень важно не скатиться в цинизм, да, и эмоционально не трогай этого совсем, да, тогда просто от тебя не будет толку. И с другой стороны, важно не пропускать все это через себя, потому что, ну, можно просто в какой-то момент сойти с ума. Поэтому работая в уголовном розыске, очень важно вот эмоционально выдерживать вот эту вот середину отношения. Как подбирается человека? Ведь это же трудно найти такую середину. Ну, это, наверное, нужно взращивать себе, да. Ну, и вообще, как бы, наверное, это касается не только работы в уголовном розыске, но только работы в полиции. Все равно человек должен как-то стремиться к саморазвитию, к самообразованию, да, и он должен понимать, где ему нужно над собой подработать, да, когда... Потому что и, о чем мы с вами сегодня говорили, да, и мир жить меняется, мир меняется, преступность меняется, да, то есть мы с вами очень хорошо помним, да, какой преступность была в начале 2000-х годов и какая преступность сейчас. Да, я помню, когда, помню, каждый день рывки шапок, вот эти вот ограни, да, рывки шапок, потом одно время убийства были, чуть ли не каждый день по 2, по 2, по 3 эпизода. То есть и преступники изменились, и преступники тоже учатся и обрабатывают новые методы, они узнают способами, которыми их вычисляют. Поэтому и сотрудник работы в уголовном розыске, ну, в том числе в уголовном розыске, то же самое касается, со мной, наверное, коллеги согласятся, и работа в ОНК, и работа в ВЭПе, и сотрудник должен и развиваться, и расти, и самообразовываться, и он должен понимать, что этому нужно обязательно уделять внимание. Иначе в какой-то момент просто преступники его будут переигрывать, и он просто ничего не сможет сделать. Сергей Николаевич, ваша работа по противодействию наркотикам, это один из этапов, или вы стремились к этому, как вот, в чем особенность этой службы? Ведь это же тоже нужно быть в чем-то, как я когда работала, была же специализированная служба по противодействию наркотикам. И тогда вот мне оперативники говорили, что с такой скоростью меняются эти химические формулы, каждый день появляется новый вид наркотиков, что законодательство не успевает записать их в запрещенные вещества. Вот было одно время так. Сейчас что-то меняется? Да, Ирина, меняется все с каждым днем, то есть, грубо говоря, работа в подразделении наркоконтроля очень близка к тому, что и в оперативных подразделениях уголовного розыска, и в оперативных подразделениях экономической безопасности, соответственно, все люди, сотрудники оперативных подразделений работают в рамках оперативно-розыскных мероприятий. То есть, федеральный закон, он один, сотрудники приходят, обучаются, только единственная специфика нашей работы заключается в том, что мы работаем не от преступления, а, так скажем, на преступление. Получив какую-то информацию, мы сами документируем это преступление, стараемся установить тех людей, которые этим занимаются, свидетели, очевидцев, людей, которые приобретают, допустим, фигуранты наркотических, планируют определенные комплексы оперативно-розыскных мероприятий и доводить это дело до конца. То есть, сам непосредственно оперативный работник формирует, скажем, большую часть уже уголовного дела, так скажем, на рабочем столе, на рабочем месте, после этого передает это в следствие, и уже сотрудники следственных подразделений непосредственно доводят его до суда. То есть, это, соответственно, уже допросы, задержания, проведение каких-либо обысковых мероприятий и тому подобное. По поводу наркотических средств и психотропных веществ, которые включены у нас в перечень, да, действительно, то есть, изменения у нас вступают чуть ли не каждый год, грубо говоря, новые добавляются, прекурсоры и тому подобное. Вот. Работа в этом направлении, так скажем, очень серьезная. То есть, у нас, так скажем, несколько лет назад появился такой вид наркотика, как карфентанил. То есть, это еще в СКН когда был. Вот. И его, так скажем, не... Люди, так скажем, торговали, им занимались, такой же эйфорией от него было, но его в списках не было. Потом, когда его включили, так скажем, в список запрещенных веществ, то есть, сотрудники оперативных подразделений стали документировать, также выявлять факты, и очень много людей на этом сразу было привлечено к уголовной ответственности. То есть, которые, что называется, не знали, да, что это уже запрещено. Но не то, что не знали, делали вид, да? Вот, как у нас Александр Юрьевич говорит, что задача каждого, наверное, скрыть свои налоги, крупного более-менее предпринимателя, да? Тут тоже самое можно делать вид. Кстати, на слуху, если раньше 15-20 лет назад были определенные наркотики, и сейчас они уже не появляются в регионе. Я говорю про тот же самый крокодил, помните? Да, было такое дело. То есть, наркотики меняются, сама вот структура тоже, больше синтетики сейчас? Сейчас синтетики, да, то есть, соответственно, вот начиная с 17-х годов, в 18-х, в основном уже наркотики синтетического происхождения стали появляться. Если, так скажем, раньше люди собирались на различного рода, так скажем, квартирах, собирали с огородов маки, варили крокодилы и тому подобное, то сейчас, в принципе, у людей ничего не заставляет трудного воспользоваться своим смартфоном, заказать через какой-либо интернет-мессенджер закладку с наркотическим средством, собраться, грубо говоря, и употребить. То есть, для этого, в принципе, нужны денежные средства, да, и, так скажем, умение обращаться. Вот, кстати, насчет закладки, Сергей Николаевич, я слышала бытует мнение, что якобы не сотрудников полиции такое, что там закладка одна, это им неинтересно, им интересно взять покрупнее, вот что-нибудь такую организованную преступную группу, а закладки, которых сейчас за городом полным-полно в лесу, это нет, это неважно. Это правда? Нет, неправда. В любом случае, наша деятельность, в том числе вообще не то, что наркоконтроль, а всей полиции, направлена на пресечение таких, соответственно, правонарушений и преступлений. Те люди, которые, так скажем, поднимают даже вот эти закладки с наркотическими средствами, где там, грубо говоря, бывает уголовная ответственность, там не за тяжкое преступление, вот, они также являются потребителями наркотических средств, они также, так скажем, наносят вред, вызывают опасность для обычного населения, то есть кто-то смотрит там гражданка или гражданин, там у кого-то там роют в клумбах, там в полисаднике, в грядках, у дерева, в подъездах, в почтовых ящиках открывают, ломают, соответственно, это вызывает дискомфорт обычных людей. И звонить надо в полицию. Звонить, да, о таких фактах сообщать, соответственно, есть наружные службы, в том числе ППС, ГИБД, которые выезжают, проверяют эту информацию, вот, и, соответственно, людей уже задерживают при обнаружении каких-либо веществ, привлекают их к ответственности. Александр Евгеньевич, ваш приход вот в БЭП, он насколько был вот вам, вот, вам по жизни вышли в это направление? С чего начинали? Вы знаете, это так давно было, и другая жизнь, наверное, была, это больше 20 лет назад, вот, и выпускник вуза технического, а вот как-то получилось так, что спорт позволил поступить на службу в налоговую полицию, но после реформ оказался в подразделениях Министерства внутренних дел. А, ну, то есть вот сначала налоговая, то есть поэтому это буквально поэма для вас, ваша служба, да? Да, вот такой сюжет, а вот вырос, и увлекаюсь сейчас своим направлением деятельности, оно мне доставляет массу удовольствия. Вы сказали, что ждете сотрудников, было бы желание, научите. Приходите, всем будем рады, обязательно с каждым будем индивидуально разговаривать, у всех свои способности и желания, вот, если будут те, кто будет способен выявлять налоговые преступления, обязательно примем на службу, вот, обучим всему. Илья, ваш приход в полицию, тогда еще в милицию, да? Конечно. Мы неоднократно говорили, это в чем-то и пример папы, да? Да, конечно. И тем не менее, вот мне бы хотелось, чтобы вы на своем примере, опять же таки, как вы говорили о преступлениях, да, посоветовали молодым людям, почему? Почему надо в полицию? Почему это интересно? Ну, я могу, опять-таки, поделиться своими ощущениями, да? Да, то есть я знаю, что, ну, вообще, для каждого, скажем так, для мужчины прежде всего, да, важно знать, что он занимается правильным, нужным и важным делом, да, тем делом, результат, который он видит, результатом, который он может гордиться, вот, и понимать в какой-то момент, что да, он жизнь свою прожил не зря, вот, и работа в уголовном родстве, конечно, это ощущение дает, вот, это я могу сказать, вот, как на духу. Да, конечно, конечно, потому что каждое преступление, да, понятно, что у кого, как мы говорили, у преступления есть своя структура, да, вот, то есть каждое преступление индивидуально, то есть если мы берем работу по убийствам, да, где я в этой материи проработал более восьми лет, каждое убийство – это отдельная история, отдельная человеческая жизнь. Не знаю, насколько здесь будет, как с позиции морали говорить о том, что это интересно, да, но работать, это действительно интересно, вот, потому что ты разбираешься в каких-то сплетениях человеческого характера, человеческой судьбы, пытаешься понять, что человек подтолкнул на завершение этого преступления, чтобы, возможно, как-то в будущем где-то тебе это пригодится при работе по другим преступлениям, поэтому, что каждое преступление – это отдельная история, конечно. И потом, когда ты видишь, что человек несет наказание, когда доходится на суд, да, и человек несет злодей, да, получает за свое… Да, и хотелось бы заметить, что в прошлом году мы смогли удержать раскрытие убийств на стопроцентном уровне, да, и удерживаем этот результат, как бы, по итогам пяти месяцев этого года. Это замечательно. Кстати, уважаемые друзья, на своих экранах вы периодически видите специальный QR-код с выходом на сайт, где можно получить всю информацию, как устроиться на службу в нашу Тверскую полицию. И последний вопрос, наверное, завершающий Сергею Николаевичу. Наркоконтроль. Кто требуется? Какие специалисты требуются вам? С каким образованием? Это химики? Нет, зачем химики? Химики не требуются. Может быть, которые разбираются в формулах? Для работы в наркоконтроле, соответственно, самое главное желание самого человека, чтобы работал, но и определенная, так скажем, смекалка, чтобы была, грубо говоря, работа в оперативных подразделениях, она взаимосвязана, что в работе уголовного розыска, в работе управления БЭПа и, соответственно, наркоконтроля. В принципе, мы, конечно, всегда рады сотрудникам, которые во всем разбираются, но у нас довольно высокий профессионализм людей, которые, в принципе, и с ФСКН пришли, то есть работают уже длительное время, которые способны обучить народ, то есть показать. Соответственно, кто приходит к нам вновь на службу, так скажем, они, грубо говоря, у нас в качестве стажеров и наставники у них довольно уже с большим опытом работы люди. То есть они, грубо говоря, показывают, так скажем, всю специфику работы, начиная от самых низов, да, и то есть уже до завершающих этапов, то есть в своей профессиональной деятельности. Поэтому, как говорится, самое главное желание, чтобы было у человека, вот, ну, соответственно, чтобы по здоровью человек проходил, да, то есть для работы. Да, это уже специфика у нас, когда кто захочет, тот ознакомится с условиями приема на службу. Но самое главное, что делаете, уважаемые друзья, вы очищаете наше общество от скверны, от преступлений, которые, здесь, наверное, какой-то стержень, да, в человеке должен быть, что не терпит, чтобы не терпел зла, да, не терпел несправедливости, да, чтобы, которые работают в полиции. Иначе как? Потому что, да, ну, наверное, и коллеги мои тоже не расталкивают ситуацию, когда человек приходит работать в оперативные подразделения, и через какое-то время понимает, что, ну, вот он пришел не на свое место, потому что все равно у каждого от природы есть какие-то свои данные, да, свои интересы. И когда человек, ну, понимаешь, человек пришел, и это не его дело, да, то есть, ну, и при этом в милиции очень много разных других направлений деятельности, да, то есть человек может пойти работать в розыске, да, то есть, многие, например, люди переводились из уголовного розыска ВНК, там, или из БЭФ в уголовный розыск. То есть, в милиции он все равно найдет себя в той или иной роли. Понятно. Спасибо огромное, уважаемые друзья, за вашу службу, за ваши хорошие показатели. Я думаю, что молодыми кадрами служба будет выполняться, благодаря вам. Спасибо. Еще раз напоминаю, что мы продолжаем серию о работе сотрудников Тверской полиции. Всего доброго, будьте здоровы, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова